В Астане сегодня обсуждали состояние отечественной энергетики. Вопрос этот принципиально важный, ведь в ближайшее время Казахстан может столкнуться с дефицитом электроэнергии. Бахтияр Даркеев продолжит тему. Насколько Казахстану необходимо наличие собственной атомной электростанции? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно изучить ситуацию в энергетическом комплексе страны. Так вот, по данным Минэнерго, у нас имеется небольшой профицит. Правда, только в ночное время, в часы пик же, ситуация противоположная. Электричество мы импортируем из России. Этот факт, по сути, ставит нас в уязвимое положение в вопросах энергобезопасности. Юг Казахстана на 55% услышите меня, на 55% по дефиците по электрической мощности. Ну куда еще больше, про какой еще дефицит говорить? И мы результат вот этого дефицита, вот в ближайшие 2-3 года мы это почувствуем. В виде отключений и ограничений. Поэтому уже не первый год в Казахстане говорят о необходимости строительства АЭС. В Астане сегодня даже по этому поводу провели очередной форум с участием всех заинтересованных лиц. Можно, конечно, и дальше рассчитывать на традиционные энергогенерирующие предприятия. Однако их состояние давно уже вызывает вопросы. У нас традиционно это были угольные станции, которые сейчас в какой-то степени, будем говорить, не так активно развиваются, потому что у нас сейчас низкоуглеродная повестка. Мы все это понимаем. Но вот если мы говорим про атомную станцию, то атомная станция могла бы восполнить вот тот дефицит базы от генерации, который нам необходим для энергосистемы. Подмечу, в последнее время все больше стран мира возвращаются к ядерной энергетике. Причина и в том, что зеленая энергия пока не показала свою эффективность в больших масштабах. Возобновляемые источники – это тот детеныш, который сегодня уже вылез из детских штанов, и сегодня они ведут себя просто нагло. Они себя противопоставляют вопросам строительства атомной электростанции. Ну, просто несопоставимые вещи. Прошлый год, 23-й год, закрыли как средняя цена возобновляемой электроэнергии, киловатт-час, 32 тенге за киловатт-час получился. Вот наши обычные, традиционные все наши электростанции, средняя цена за киловатт-час – 14 с копейками тенге. Казахстан среди стран Центральной Азии первый заявил о прогрессе в атомной индустрии. Это было еще в 70-х годах прошлого века, однако развивать эти технологии так и не стали. Сейчас же, помимо строительства крупной АЭС, в стране также рассматривается проект по замене угольных блоков, действующих ТЭЦ, на малые модульные атомные реакторы. То есть тоже проект интересный. В принципе, сейчас есть где-то более 80 разных проектов малых модульных реакторов, но мы смотрим те, которые могут быть реализованы в ближайшей перспективе. Малые модульные атомные реакторы, к слову, намного дешевле. Их выгоднее возводить, чем ТЭЦ, утверждают эксперты. Их, кстати, планируют построить уже этим летом Узбекистан. На днях эта сторона подписала соответствующее соглашение с Россией.